В эпоху новейших технологий, искусственного интеллекта и доступа ко всей имеющейся информации, к сожалению, люди мало что знают о Боге и не учат этому детей. Их водят на секции, кружки, дополнительные занятия. Все это, конечно, нужно. Но как тут не вспомнить слова святителя Филарета Московского? Что проку от всех познаний, если мы и Иисуса Христа не знаем? Для того, чтобы узнать Бога и поверить в Него, чтобы жить с верой в сердце, нужно начать со снов, заповеди Божьих. Вот поэтому отец Александр Игнатов, настоятель рождественского храма, начал свою встречу с учащимися 2-го класса 16-й школы города Краснодара с того, что вместе прочитали заповеди. Шесть дней работай, день седьмый – день покоя. Посвящай Господу Богу твоему. Шесть дней учись, выполняй добросовестно свои домашние задания, уроки. Слушай папу, маму, делай полезные и добрые дела. Убирай за собой игрушки, наведи порядок в своей комнате, чтобы у тебя не были разбросаны твои вещи ни на полу, ни вокруг тебя. Путь аккуратен, правильно? А вот седьмой день посвящай Богу. Что значит посвятить Богу седьмой день? Ну скажи. Потому что седьмой день – это воскресенье. Воскресенье, умничка. Воскрес Христос, и в этот день все православные верующие люди, крещенные, обязательно посещают воскресную службу в храме Божьем. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Давайте скажем все вместе. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Кто может разъяснить, как это понять? Если ты не хочешь делать себе плохого, зачем ты делаешь чужим? Молодец. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебя, ну скажем, обзывали. Не хочешь? Не обзывайся сам. Ты не хочешь, чтобы у тебя кто-то что-то взял твое, украл у тебя. Не кради, не воруй, не делай другому ничего такого. То есть, не делай другому ничего, что ты не желаешь для себя. И наоборот, ты можешь сделать другому то, что тебе самому приятно. Вместе. Возьми твоим душой, всею душою твоею, и дальше, и всем разумением твоим. А еще, люби нижнего своего, самого себя. Молодцы. И, конечно, остановились на главной для детей заповеди о почитании родителей. Ну, читаем пятую заповедь. Почитаем за своего и на земле. А, что это? Чтобы хорошо тебе было, и чтобы долго ты прожил на земле. Я спрошу вас, кто хочет подольше пожить, поднимите руки. Кто хочет пожить подольше и меньше болеть? Повыше поднимите, кто хочет? Кто хочет, чтобы у него вообще в жизни был, ну, определенный такой хороший склад жизни и добро ему было? Поднимите ручки. Все хотите? Смотрите, что осталось. Громко прочитаем для того, чтобы хорошо тебе было на земле. Отслух громко. Почитай отца своего и мать, чтобы хорошо тебе было, и чтобы хорошо тебе было, и так, чтобы долго прожить на земле, и хорошо тебе было, надо слушать своих родителей. Запомнили? Молодцы. Как важно говорить с детьми о Боге. Им этого так не хватает. И все, что говорят им о Нем, они внимательно слушают. Наш Господь Иисус Христос, когда родился от Пречистой Девы Марии, учил людей только добру, но злые люди распяли Его. И Он после распятия на кресте и смерти в третий день воскрес. И мы говорим, Христос воскресе, и отвечаем, воистину воскресе Христос. И поэтому для нас крест – это ограда, крест – это наше духовное оружие, которым мы себя ограждаем от всякого зла. Мы верим, что душа человека бессмертна, и после смерти продолжается бытие души, и при втором пришествии Христа все оживут и вновь воскреснут. Вот почему человек, чтобы иметь жизнь вечную, старается не грешить, старается быть добрым, для того, чтобы даже после смерти, когда снова воскреснет, вместе с праведниками, наследовать жизнь вечную с Господом. Ребята посетили верхний храм. Самое главное событие во всем мире, что родился Спаситель мира Иисус Христос. И мы с вами прославляем Богородицу, которая родила нам младенца Спасителя Иисуса Христа, через которую и воссияла нам это солнце правды, Христос Бог наш. И кто верит в Иисуса Христа, тот обязательно становится лучше, потому что Бог призвал нас не просто становиться добрее, Он сказал, чтобы мы были даже святыми, сказал, будьте святы, как и Отец ваш Небесный свят есть. Побывали у Вифлеемского вертепа. Дети с удовольствием позвонили в колокола на звоннице. Пробуем. Следующая. Следующая ручка. Прошли на территорию казачьего хуторка. Самое главное, что от посещения храма дети получили радость и поняли, что Христос есть. И храм – это не только место молитвы, но и духовной радости встречи с Богом и красоты Божьего мира. Христос посреди нас. Христос посреди нас. И есть, и будет.